Всем привет! Давайте начинать стрим. Для начала я представлюсь и запущу презентацию. Итак, зовут меня Борис. Был контент разработки 2018 года. По образованию я инженер-механик, действующий ангуляр-разработчик и наставник в лоб-скул. Следующее, что я хотел бы сказать, свое, наверное, немножко оправдание. Я не мастер составлять презентацию, но я вчера погуглил. И мне сказали, что секрет успешной презентации это красивая девушка и котик. Если в презентации присутствуют эти два момента, то она уже априори считается успешной. Ну ладно, шутки в сторону. Давайте переходить уже к сути дела. Что же такое RGIS? Давайте начнем с определения. Кстати, вот это его логотип. А определение звучит следующим образом. Это библиотека для Ява-скрипта, которая использует паттерн Abservable для упрощения обработки и компоновки асинхронного и кулебек-кода. Следующий вопрос, который может возникнуть, это что же такое RGIS? И, ну, точнее, это я уже рассказал. Что такое паттерн Abservable? Соответственно, вот это вот его диаграмма, не знаю, взаимодействия или, скорее, классов, тип назначения, там, поведенческие назначения. В общем, вкратце, реализует паттернаблюдатель, реализует у класса механизм, который позволяет объекту этого класса получать оповещение об изменении состояния других объектов и тем самым наблюдать за ними. Классы на события, которые другие классы подписывают, называются субъектами, а подписывающие классы называются наблюдателями. Вот, как-то сложно рассказал, да? Давайте сделаю проще. Это в реальной жизни это табло. Табло в аэропорту, не знаю, на аэровокзале электронной очереди банки. Здесь происходит следующим образом. Нам с табло нужна информация. Мы постоянно на него не сидим и не смотрим, когда чего произойдет. То есть табло нас каким-либо образом оповещает о том, что данные там поменялись, например, какой-то звуковой сигнал посылается и так далее. И мы, отрываясь от своих обычных тел, телефонных книг и машетов, смотрим на это табло и ищем нужную нам информацию. Здесь примерно в RxJS происходит то же самое. То есть поток уведомляет своих подписчиков о том, что, соответственно, нам данные изменились и нужно что-то делать. Я это чуть позже на примере покажу. Вот, соответственно, основные понятия это observable, subject, operators и там же method. Начнем с простого. Начнем с observable. Точнее, здесь как нам подключить, но этот слайд мы пропустим. Я расскажу его уже тогда, когда буду демонстрировать свой шаблон проекта. Давайте начнем с определения. Observable. Наблюдаемый объект. Объект, за которым можно наблюдать и как-то реагировать, если он меняется. И, по сути, это как множественный promise. Вот. Следующий момент это способы создания этого observable. То есть я здесь нашел пять способов, но на самом деле их существует больше. Я могу называть observable, могу говорить стрим, могу говорить поток. Имейте в виду, что я говорю об одном и том же. Итак, ладно, давайте перейдем, соответственно, к структуре нашего проекта. У нас здесь есть индекс HTML, это, соответственно, пока это пустая болванка. Ничего здесь нет. В дальнейшем здесь появятся какие-то элементы. Индекс JS, это, соответственно, он импортирует стрим.js и CSS. CSS нам уже понадобится, когда мы будем писать GitHub API, работу с ним. Вот. Так, стрим.js. Ну, main CSS, соответственно, стиле. Сборщик у меня выступает в Webpack. И здесь тоже ничего сложного, что у него индекс JS, запущен он на порту 4200. Естественно, есть плагин, который потом позволит нам работать с CSS. И вот этот вот плагин для работы с HTML. Естественно, в пакетже Sony тоже ничего нет. Естественно, в Dependency это RxJS. Устанавливается он, соответственно, как обычный NPM пакет. Это NPM install, минус минус save, RxJS. Ну, вот, собственно, как я на вот этом вот слайдике и описал. Вот, следующее, что нам нужно сделать, это наш, во-первых, закрывает лишнее. И теперь нам нужно сделать следующее. Import нечто from RxJS. И первое нечто, что у нас будет, это off. Сейчас мы создаем переменную, называем ее stream с долларом на конце. Это означает то, что такой код convention, что это переменные реактивные. И мы так сразу ее сможем определять, что переменные долларом на конце, они типа асинхронные. Соответственно, мы делаем off. И здесь какое-то значение передаем. Дальше. На этот stream мы подписываемся. Subscribe. X. Console. Log. X. И давайте посмотрим, соответственно, в консоль. Вот так, и сюда. Вот сюда. Что же здесь исследовать элемент? И посмотрим, что у нас в консоли. В консоли у нас вывелись три единички. Соответственно, то, что у нас и было в объекте from. Точнее, в методе off. И в реальной жизни этот off, он используется больше как для создания каких-то там mock данных. То есть, эмулируем ответ от сервера, там еще что-то, еще что-то. То есть, его назначение это как бы mock эмуляция. Следующий, его можно сказать, собрат, это метод from. По сути, он также нужен для создания всяких там mock данных. То есть, мы эмулируем ответ. Но метод from, он принимает в себя массив. И давайте взглянем в консоль. Соответственно, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. То есть, соответственно, ничего не изменилось. Также мы можем здесь использовать, например, массив объектов там и так далее и тому подобное. Ну, то есть, как бы тоже, по сути, фейковые данные. Вот. Более интересным для нас является вот такой способ создания стрима New Observable. Почему он более интересен, потому что на его примере я смогу вам показать уже, соответственно, как подписчик вот этот реагирует на изменение данных в нашем табло, в нашем потоке. Вот. Соответственно, для создания таким образом он принимает в себя object, ну, какой-то объект. У этого объекта есть метод next. Object next. И здесь какое-то значение. Опечаточка object. Соответственно, давайте взглянем в консоль, что у нас получилось. То есть, видим, что здесь выявилось значение 1,1,1. Вот. Теперь следующее, что важно понимать, у нашего стрима могут быть разные состояния. То есть, например, стрим может умереть. Представим себе, что это было... А, нет, давайте начнем еще с того, что я вам покажу, как подписчик реагирует на изменения в потоке. Чем-то секундочку. И видим, 1,1,1.2,2,2. То есть, я могу сделать таких set timeout сколько угодно. И, соответственно, у нас будет приходить наш поток. Наш подписчик, по сути, всегда будет знать о том, что же произошло в потоке. Это первый плюс RxJS. Вот. Теперь смотрите. Как я уже сказал, стрима могут быть несколько состояний. То есть, он может сломаться. Положим, что табло из того слайда упало. Ну, вот просто вот так вот взяло и упало. Давайте посмотрим. То есть, вот он выявил сначала 1,1,1. И, соответственно, потом выявил error. И так же, ну, поток может совершиться просто, типа, мы взяли и уехали. Ну, здесь, по-моему, complete не принимает параметров. Но давайте попробуем. Скорее всего, ничего не произойдет. Он просто завершится. Вот. Почему в событиях error и complete нужно знать. Дело в том, что если мы сделаем, например, object error, и здесь вернем наш вот этот код сеттаймалт. Object next. Ну, здесь, типа, через секунду. То проблемка здесь будет следующая, что этот вот 2,2,2, он никогда не произойдет. Так как сеттаймалт, он асинхронный, он будет выполнен, по сути, в конце этого хода. Но у нас уже здесь стрим может либо сломаться, либо завершиться. Поэтому наш подписчик должен уметь понимать, что же с нашим стримом происходит. Для его обучения существует две формы записи. Первый, это мы Mervant subscribe передаем объект с вот такими значениями. То есть next это console.log.value. Второе событие, второе мероприятие, это error. То есть, естественно, здесь error. Console.log. Error. И третий, это complete. Он, естественно, ничего не применяет, не принимает. Просто что-то делает. Console.log. Complete. Давайте посмотрим. Соответственно, вот у нас 1.1.1. Error мы обработали. И complete у нас не происходит. Так что, сейчас произойдет. Ну вот, 1.1.1. Complete. Способ первой записи, это, как я уже сказал, объект. То есть, способ второй записи, это вот такой. Здесь value. Здесь console.log.value. Только сейчас мы его чуть почешем. Так сделаем value. Здесь мы вот так сделаем. То есть, первым всегда идет next. Следующим идет error. И также мы описываем, соответственно, пункт console.log. И третье событие, это complete. То есть, ничего у нас не принимает. Я где-то ошибся. С запятой. Так. И вот так вот. Точнее, не с запятой, а со скобочкой. Эту штуку. Ну, короче. В общем, тут ничего. Так, вот так. Console.log.complete. Это вот сюда. И это вот туда. Соответственно, смотрим, что ничего не изменилось. То есть, у нас 1.1.1. И сработало событие по завершению стрима. То есть, если здесь также будет error. Сработает. Ну, next error. То сработает событие с error. Ну, вот. Фрдс. Ну, естественно, вы вывели нашу ошибку. Сработал вот этот console.log. Вот. Эти, скажем так, жизненные циклы стрима надо знать. Надо уметь их обрабатывать. Как их обрабатывать. Либо вот такой нотацией, либо через объект. Выбирайте сами. Вот. Кому что будет более удобней. А я перейду уже к следующему способу. Это Chrome Event. Для Chrome Event нам понадобится наш индекс html. Здесь мы делаем input. Type text. Class. Естественно, также text. То есть, Chrome Event нам нужен для того, уже когда мы начинаем работать с интерфейсом. То есть, здесь мы это все уберем. Оставим Chrome Event. И первое, что нам нужно, это наш импут. Документ. Query. Selector. Я его точно текстом назвал. Окей. Текст. Теперь следующее. Const. Stream. Stream. Chrome Event принимает два параметра. Первый – это элемент. Второй – тип действия, который мы тридерим. В нашем случае это инк. Stream. Subscribe. X. Соответственно. Console.log. X. Опять-таки переходим сюда. Вводим. И видим наше событие. И тут вы можете мне, в принципе, это возразить. Чем? Зачем нам всякие там РСЖСы? Когда… Вот, то же самое. Ну, во-первых, давайте я немножко отшучусь и скажу, что в моем подходе строчек меньше. Ну, вот это мы пока уберем и оставим вот этот вариант. То есть вот так же все события тридерятся. Зачем нам какой-то РСЖС? Но давайте предположим, что у нас появится какая-то более сложная логика. Если у нас event, во-первых, ну, давайте нам не весь же event нужен, а value. Вот. Вот. И дальше, допустим, давайте смотреть то, что там не пустой, например, там trim. Не равно там пустой строке там их там какой-нибудь и так далее и тому подобное. Теперь давайте я немножко забегу вперед. Это мы закомментируем. И здесь сделаем следующее. Точка Py. Точка фильтр. X. А, точнее, сначала не только лишь фильтр, а map, потому что мы сначала... Наши события должны очистить, что нам именно нужно чистая value. Здесь уже не X, а пусть будет value. Не беспокойтесь, если вы что-то не понимаете. Я через время это вам объясню. И смотрите, что здесь происходит. Ой, фильтр только не оттуда. Да, мне кажется, ну, это нет, пока не, да, потом об этом скажу. Вот. Соответственно. И давайте сравним с этим. То есть, может быть, кода-то у нас и не становится меньше, но как минимум он становится лаконичнее и он линейный. То есть у нас нет никакой вложенности, что здесь там что-то... Например, свой влог, там, value и так далее. Здесь, как бы, все становится примерно понятно. То есть вот map, фильтр. То есть мы тут получили значение, здесь это значение фильтранули, здесь его отработали. То есть, скажем так, структурирование кода, это, по-моему, должно быть вторым преимуществом RSGS. Вот. И давайте теперь уже рассмотрим следующий оператор. Следующий способ создания стрима. Он такой, наверное, я бы называл его более пановый. Это range. Вот. Range у нас нужен для того, он, собственно, принимает в себя два параметра. Первый это с чего наш диапазон начнется. И второе, сколько значений он видит. Вот. Так. Также делаем стрим. Точка subscribe.x. Console.log.x. Ну, то есть здесь его можно использовать, в реальной жизни его можно использовать, когда нам понадобятся какие-нибудь цифры из диапазона. То есть, например, там, ID-шники. Ну, все, что вы можете представить. То есть, соответственно, вот 10. И наши 19 значений, 28, оно на границе. Вот. Теперь давайте перейдем к следующему оператору. Точнее, способу создания. Это интервал. Он чем-то похож на обычный JavaScript-овый сет интервал. Но, соответственно, к нему мы можем применять методы филитрации и всякое такое. Вот. И на его примере я буду уже рассматривать оператора. Вот. Только сделаю тоже небольшое впечатление. Это мы рассказали. И давайте кратко коснемся с Subject. Subject. Subject – это особый тип observable, который позволяет не только посылать что-то из своего потока, но и принимать в себе. На Subject также можно подписываться. Subject сам может подписываться на другие observable. То есть, по сути, как бы, Subject тот же observable, поэтому, как бы, более детально мы его здесь рассматривать не будем. Если кому-то будет интересно, то есть такой сайт rxjs.dev.firebase.app. Вот. И здесь, соответственно, ну, это как документация. И в нем, точнее, на нем очень хорошо рассматривать, как работают всякие операторы. Давайте посмотрим, как работает Merck, например. То есть, здесь вот, как у нас потоки себя ведут, как модифицируют данные и так далее. Всем вот этот сайт-ец рекомендуют. Ну, ладно. Давайте вернемся к нашим интервалам. И здесь уже на его примере будем рассматривать точку pipe и оператора. Соответственно, все операторы, они помещаются в метод pipe. Операторов существует огромное множество. Так, где тут, потому что слайд. Вот этот. Нет, 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 нет. Вот, операторов в pipe существует очень много. То есть 127 и больше. Мы обо всех говорить не будем. А точнемся только тех, которые, соответственно, нужны нам в нашем приложении. Первое, с чего хотелось бы начать, это не с оператора TEP или MET, а вообще, как это понять, как это работает. Смотрите, pipe в переводе с английского это труба. Соответственно, все наши данные, которые находятся вот здесь, они как бы через трубу пропускаются через вот этот вот pipe. На каждом шаге к ним применяются какие-либо операторы, которых, я уже сказал, существует много. Операторы выполняются сверху вниз. Это сверху вниз. Да, это важно запомнить. Соответственно, и давайте первый оператор, с которого мы начнем, это самый простенький, это оператор TEP. Он, по сути, никакой смысловой нагрузки не несет, за исключением того, что просто как-то позволяет делать какие-то там сайды эффекты. Ну, например, там логирование, там еще какие-то данные. То есть, не знаю, сходить там куда-то. Ну, по сути, короче говоря, сайды эффекты. Давайте здесь посмотрим. Здесь вот он, hello front app, и вот эта двоечка, это идет субстаймом. То есть, он будет выполняться на каждой операции, и будет, соответственно, как-то там наши данные постобрабатываем. Ну, как я уже сказал, его, скорее, назначение более, скажем, логирование, нежели чем какие-то операции с данными. Да. Почему это так, и для чего нужен оператор MAP, я расскажу через секунду. Следующий оператор, который уже, скажем так, применяется постоянно, это MAP. MAP позволяет нам каким-либо образом наши данные перемапить, заполнить, еще что-то с ними как-то модифицировать, или как-то с ними поступить. Соответственно, value. Давайте сделаем консоль.log. Hello from MAP. MAP, и здесь, соответственно, выведем наше value. Вот, дело здесь в том, что, в чем разница между MAP и TAP, разница в том, что, ну, сейчас, понятно, subscribe сломается, потому что MAP мне ничего не возвращает, и вот сюда ему ничего не приходит. Но, разница в том, что MAP, как бы, он возвращает данные. То есть, типа, если я сделаю, допустим, вот так вот, умножить на 2, то смотрите, что будет происходить. 0, 2, 4, 6 и так далее. То есть, MAP, он модифицирует наши данные, но, в отличие от TAP, он также и возвращает значения, а TAP эти значения не возвращает. Следующий оператор, это debounce time. Ну, давайте я поговорю о его синтаксисе, но на самом деле он, в принципе, ничего не делает, кроме как задержку. То есть, debounce time в сколько секунд, и все. Точнее, не секунд, а миллисекунд, и все. Да, тут еще важно понимать, что все операторы лежат здесь, в RxJS Operators, поэтому не забываем их импортировать. Соответственно, вот здесь мы импорт оператор from RxJS, здесь уже используем. Вот, debounce time делает задержку, то есть, например, это очень удобно, когда мы работаем опять с тем же input'ом из нашего примера, то есть, что-то печатаем, 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 и имитируем то, что пользователь все закончил печатать, и, соответственно, дальше выполняем какие-то операции. Например, фильтрация данных. Собственно, для этого и нужен оператор фильтр. То есть, здесь логика какая. Я в наш консоль лог, в наш, скажем так, вот сюда, хочу, чтобы попадали не все числа с интервалов, а только лишь те числа, например, скажем, четные. То есть, value наши данные фильтруют. Следующий оператор, которым... Следующий и последний оператор, который мы рассмотрим, это будет оператор take. Take работает следующим образом. То есть, мы говорим take, и в качестве аргумента мы говорим ему, сколько чисел, точнее, сколько элементов он должен взять. Также есть, соответственно, ну давайте посмотрим, как работает take. Следующий, соответственно, 0, 1, 2, 3, 4. Все. Наш трим завершился. Мы взяли 5 элементов. Все. И больше никакой обработки не происходит. Также есть еще его модификация take last. Это взять последние символы, но так как в нашем примере это не очень применимо, потому что мы наш интервал каким-либо образом не ограничиваем, то мы его, естественно, тоже рассматривать не будем, потому что take last у нас работать не будет. Вот. Вместо этого давайте уже сделаем все-таки наше приложение, потому что сейчас может получиться, что я рассказал много, но как бы в голове, по сути говоря, каша. Непонятно, зачем нам это все нужно использовать. Итак, давайте вернемся к нашему примеру. Вот это все удалим. Естественно, здесь этот input мы оставим. Тут уже в груз купит main.css. И давайте первое, что нам нужно сделать, это box sizing border box, чтобы наши паддинги входили в размер элементов. И давайте я тут немножко подготовился, дабы время на это не хватить. Стилизации все-таки у нас не динар поверстки, я больше скажу прояву слепку, а если где-то, что-то прояву слепку. Поэтому я, конечно, на конкурс дизайнеров не планирую выставляться, но все-таки можно и по красивейшей нашей элементы сделать. Я стилью как бы взял от балды. Вот так, так, так. Смотрим сюда. Смотрим сюда. А, ну, потому что не текст, а input. Смотрим сюда. Ну, да, как бы наш input стал немножко покрасивее. Давайте только все это дело обернем в какой-нибудь контейнер. И вот этому контейнеру сделаем какую-нибудь маржу, чтобы совсем по красоте было. Ну вот, отлично. Input у нас есть. В нем что-то там даже вводится. То, что он красный, не обращайте внимания. Давайте все-таки не красный, а то все будут думать, что ошибка. Давайте какое-нибудь делово сделаем. Вот. Нет, делово не прикольно. Давайте, короче, взглянем. Вот. Ну, как бы, сойдет и так. Итак, следственно, первое, что нам нужно сделать, это на наш input, на изменение нашего input подписаться. Поэтому input и querySelector здесь кто у нас здесь input. Взяли ой, ну, короче, input. Взяли наш input, дальше делаем переменную stream. Stream асинхронно from event и здесь input и событие, соответственно, input. Вот. Давайте подпишемся и посмотрим, что происходит. Вводим, видим, что наш subscribe прилетает событие. вот, соответственно, здесь есть способ неправильный, как это сделать. Это target. То есть, мы сделаем это деструктурирующее присваивание и вот здесь target будем вводить уже value. Можно, конечно, да, только сейчас он сломается, потому что здесь нужны скобочки, чтобы он понял, что это не объект, а все-таки наша мукция. Следственно, вводим значение, все отлично. Можно, конечно, использовать такой подход, но давайте себе представим, что у нас, если нам это понадобится еще сейчас по всему пайпу пробрасывать, то извините, конечно, я так делать не буду. Поэтому, как я уже говорил, в дело вступает оператор map. Нам наши данные нужно как-то пост обработать. То есть, у нас есть event и с этого ивента нас интересует только лишь одно project value. На все эти координаты и все вот это вот нафиг не надо. То есть, здесь мы оставим value, чистое value, здесь мы видим просто value. Да, оператор map мы импортируем, конечно же. И давайте смотреть. То есть, вводим наш обработчик subscribe попадает в наш value. В принципе, дальше, что нам нужно сделать. В конечном итоге, нам нужно будет посылать запрос на github.ip.url. Сейчас мы найдем github.ip.search. Вот это оно. Соответственно, мы будем искать по коду в репозитории. давайте для начала возьмем вот этот вот ql и посмотрим на то, что он нам отдает. Соответственно, есть какие-то item, это массив. Нам это все по сути дела не важно. Нам важно вот что. Я здесь не люблю jquery, а люблю angular. Буду искать по angular. И здесь буду искать по angular. перейдем сюда. Сделаем const repo name это вот это. Здесь только не забудем плюсик. И сделаем const ip url. На самом деле здесь можно использовать не только гитхаб API, можно использовать любой другой API личный. вот ну просто мы программисты и все таки искать походу более клево чем искать авиарейс или не знаю прогноз погоды вот окей и в принципе так как у нас есть значение то по уму мы уже можем могли бы точнее не по уму а по неправильному мы могли бы уже посылать наш запрос но здесь есть следующая проблема если мы во первых будем на каждой нажатии на каждое наше нажатие кнопочку управлять запрос гитхаб подумает что мы его додосим и еще забегая немножко вперед если я сделаю вот так то мне кажется что он может сломаться ну то есть если я ему не знаю здесь передам какой-нибудь undefined или нав или еще что ну в общем видимо они уже это пофиксили но как бы передавать пустую строку поиска тоже согласитесь себе такое если удовольствие это empty стринг еще давайте его скорее всего вот так если запихнем то сейчас навернется ну он не ломается но согласитесь короче вот это отправлять тоже не клево поэтому нам нужно здесь сделать две вещи вещь первая нам нужно отфильтровать наши данные используем оператор фильтр здесь у нас уже идет value value trim и он не равен пустой строке вот соответственно упортируем его и дальше в принципе то есть типа у нас же нет пустых значений все нормально мы можем уже тоже думать что сейчас запрос пойдет но у нас есть две проблемы проблема первая если мы будем писать вот так то есть типа и делать вот такие нажатия то запрос все равно будет лететь и это тоже не клево поэтому нам нужно сделать еще две вещи первая это я уже говорил debaunt time ну давайте опять таки в секундочку предположим что действительно пользователь закончил печатать то есть что происходит я что-то печатаю видите ничего в консоль не выводится я закончил и только сейчас придет значение также нам нужно посылать запрос лишь только в том случае если наши данные реально изменились до этого дело вступает оператор нестинкт антин change ну и так как мы побороли все наши проблемные ситуации то есть мы будем посылать запрос только в том случае когда мы что-то напечатали когда у нас действительно изменились данные то мы готовы поставить наш запрос но здесь есть небольшая проблема касается она следующим образом наш стрим он стритерен с события from event и вот здесь нас будут поджидать по сути события с этого from event но нам события с инпута нужны только до тех пор пока мы не отправили запрос на гитхаб на API то есть я к чему веду что вот здесь нам уже не важно что там ввел пользователь какой запрос он послал нам интересно только то что ответит нам гитхаб поэтому наш стрим нужно переключить помощь оператора switch map то есть на switch map у нас он перевернет наш стрим и здесь уже по факту будет не value с input а те данные которые летят нам с гитхаба поэтому здесь мы говорим что мы передаем value здесь мы сделаем для красоты стрелочную функцию перевернем ее вот так и сделаем аякс и импорт аякс from import aiax from rx js aiax здесь мы вызовем метод getjson то есть нас интересует ответ в формате json там если я правильно помню есть еще несколько методов типа get html могу ошибаться но не суть нас интересует json далее мы конкретинируем нашу строку то есть api url далее мы берем наш value и следующим последним параметром у нас идет repon и таким образом мы получили нашу строку точнее собрали нашу url для запроса вот вот давайте мы сначала выведем его консоль то есть тут должен быть return проверим что мы нигде не ошиблись что действительно запрос будет послан верный идем сюда вводим ждем получаем вот такой url там сюда тыкаем ну соответственно понятное дело нам ничего не вернул давайте поищем по такому да действительно данные к нам приходят а это мы и так далее все мы готовы поставить наш запрос но так как это запрос по сети то нам нужно предостеречься от того что этот запрос он может короче говоря никогда не выполнить ну то есть github.py недоступен мы сидим в бункере там и так далее у нас нет интернета поэтому давайте здесь применим оператор pipe и здесь используем такой метод как catcher и catcher короче говоря должен нам такой пустой объект если там что-то его сломалось вот давайте посмотрим на empty это также будет просто взор вот никак так не случилось вот и теперь наш оператор уже здесь давайте посмотрим что будет приходить в наш subscribe то есть вот приходит объект клево здесь можно пойти следующим путем так так как я все-таки в своем интерфейсе сейчас хочу выводить total count сколько записей он нашел то то я пока ничего модифицировать не буду оставлю все как есть здесь уже пришел не value а пришел response и здесь давайте откроем стрелочные и первое что нам соответственно нужно давайте наш объект немножко не структурирующе разберем естественно как я давайте сначала все-таки оставим его логирование дабы посмотреть какие свойства нужны с него я сразу скажу что нас интересует total count и нас интересует items здесь соответственно response давайте здесь консоль пока что лог total count и items я не буду писать вот этот response я думаю он нам не понадобится так возвращаемся сюда вводим 00 получаем соответственно тот account 16 и item это уже наш массив соответственно так я сказал что я хочу выводить тот и опять-таки шпаргалочки и шпаргалочки перстальщика здесь давайте я оберну это лейбл бесит вот здесь делаю див с классом инфа таки и будем выводить нашу информацию соответственно о количестве пользователей так инфа а да у инфа был один стиль mt25 вот а теперь сюда наш идем сюда получили потенциал делаем const info документ query selector .info я что вот так назвал да .info ну и соответственно в этот инфо мы можем через inner text запилить вот такой текст количество совпадений там не суть важно совпадений двоеточие и здесь дело вступает наше total count вот отлично total count нам больше не нужен давайте посмотрим что получилось то есть мы вводим давайте 1 1 1 соответственно количество совпадений 15 окей и теперь нам нужно что-то с нашими айтерами сделать самый простой вариант мы можем пойти следующим путем и соответственно сделаем еще один div так это сюда div с классом list я точно помню у меня были стили соответственно соответственно info list display flex line items center ну justify content flex start и flex rep в rep окей теперь соответственно наш лист нам каким-либо образом нужно наши данные запихнуть поэтому поэтому сюда мы это инфо оставляем const list document selector .list так и теперь нам нужно сделать следующее что в этих items как мы помним лежит массив и 0 там и меньше items length и плюс плюс вот таким образом таким образом таким образом нам нужно сделать вот как inner text нас не парит а вот нас будет парить поэтому мы его выносим и здесь мы будем понимать что поставить запрос нам по сути вот как раз таки пригодился на html будем сбрасывать чтобы наше значение там не копились вот так лист оставили все сделали соответственно с items нам нужно будет забрать следующие штучки это name это путь в репозитории и html url все это мы забираем с items и вот теперь соответственно делаем конст ел стандартный способом документ кривей элемент div ел attribute class темп python там стиля естественно ел inner html файл вот эта штука сейчас в органим код разметку она у нас вот такая div class item container здесь paragraph файл name здесь вот эта штука name p здесь еще один параграф чтобы совсем идти не морочиться pass in project здесь идет здесь pass раз и последний это href вот так это html url то есть вот так и здесь нет еще лучше сделать вот так таджет бланка и здесь pass файл нигде не ошибся давайте поищем вот мы получили короче говоря количество совпадений получилось тут у нас немного что-то поломалось давайте смотреть что во-первых это div во-вторых опять-таки шпаргалка темп item это по-моему темп а темп темп это соответственно div с элементом вот ему мы делаем темп у нас он бор сейчас у нас он бордер один пиксель здесь solid red border radius 5 пикселей margin right 15 margin bottom 20 ну понятно маржина можно в один собрать max width у нас 300 пикселей где-то все рандомно overflow hidden ну это короче там есть такая проблема что пути файлов не очень длинны поэтому нам как бы все это особо не нужно и нам главное просто суть понять поэтому мы лишнее обрежем и теперь соответственно item container это контейнер самой карточки item container у него 1 20 давайте посмотрим короче удалось ли мне навести красоту 0 0 0 да красоту навести удалось пост файл так что то не так случилось с нашей карточки давайте на нее смотреть див а вот 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 ошибочка item контейнер я не закрыл давайте еще раз вот вот отлично все выглядит уже короче говоря как надо естественно количество совпадений 39 имя файла vtf ts ну видимо в зону gs поэтому там это нормально и пасту файл все отлично работает вот соответственно тут можно каким-либо образом еще дополнительно модифицировать все это вот там наводить красивости ну например начнем с того что то есть можете там есть информация также по сейчас посмотрим по моему здесь было репозитории и так далее то есть тут по моему еще была информация о владельце там и так далее и тому подобное то есть ну поиграетесь ребят с этим в принципе я сделал такой простенький прототип за там не знаю примерно может быть за час или сколько мы сидим то есть и смотрите на код если сейчас чуть-чуть уменьшу масштаб давайте сделаем 14 чтобы все чтобы хоть не давайте еще чуть-чуть сделаем поменьше давайте давайте сделаем 14 чтобы просто мы могли понять что вот вся наша логика уложилась буквально вот в эти все операции то есть код абсолютно линейный все понятно то есть произошло событие откуда то есть типа вот так мы его обработали вот так мы подписались однако здесь есть чуть-чуть наш код все таки еще можно улучшить а именно а именно отказавшись ну опять таки если если я посчитал что количество совпадений мне нужно поэтому я решил работать с полным объектом response если же вам эта информация не нужна а вот этот фор вас напрягает то здесь можно впустить в дело следующий оператор это mergeMap mergeMap он будет выполняться каждый раз по сути для каждого элемента средства нашего точнее он сделает наш изначальный массив он сделает его лоским то есть items давайте я по сути закомментирую все что есть и сейчас вы увидите что уже будет в нашем респонсе респонс 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 идем сюда обновляем чего 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 а mergeMap ок смотрим опять таки ищем какой-нибудь обо и видим что сюда уже приходит не массив элемент а сами объекты то есть git url html name pass и так далее то есть я к чему веду вот вот этот цикл который ну вот это мы сейчас уберем точнее вот этот цикл мы скомментируем и сейчас я вам объясню в чем point то есть вместо того чтобы гонять этот цикл его завяз будет гонять mergeMap то есть у нас будет приходить сюда чистый наш объект вот по сути вот этот items это вот поэтому здесь можно еще чуть-чуть упростить наш код то есть мы сделаем вот это только уже не с items будем забирать а с респонсом респонс далее 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 скорее всего оставим вот эту вот разметку сделаем сделаем только это просто не inner html а const html вот это мы а сколько ребят я код не вернул попутнее сейчас 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 соответственно мы это сделали html это и тоже скроем и это тоже скрою соответственно мершмэп мы получили чистый нам чистые объекты его мы через деструктурирующие присваивания получили name pass html и т.д. и т.п. собственно сам html мы оставим point этого в том что мы этот форм гонять не будем здесь сделаем следующее там наш лист insert insert adjustment html здесь мы говорим когда before end то есть в конце и какой html html чпоин 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 это все мы убираем и наш код еще более лаконичным давайте попробуем опять таки на html ну соответственно мы получаем наши объекты единственно у нас сломалась стилизация потому что давайте посмотрим что там у нас получается у нас есть list у нас есть item container да ну естественно то что у нас было темп item оно сейчас переедет в item container все 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 отлично работал итак ребят давайте собственно на сегодня заканчивать с этим примером вы еще можете упражняться можете подключать там не знаю поработать с другим API но у меня на этом точно все я рассказал вам все что знаю точнее не все что знаю но все что хотел вот соответственно ставьте этому видео лайки подписывайтесь на канал а с вами был Борис всем пока по поводу я все ну поэтому я не могу